Продолжение следует... Незаконные обороты употребления наркотиков оказывают негативное влияние на состояние экономики, правопорядка, морально-психической атмосферы в обществе, здоровье и генофонд нации. В этих сложных условиях повышается роль компетентных органов всего мира, в чьи функциональные обязанности входит пресечение преступных проявлений в сфере наркобизнеса. Комитет национальной безопасности в этой структуре компетентных органов, являясь специальной службой Казахстана, акцентирует свою деятельность на пресечении международных каналов транспортировки наркотиков путем проведения совместных операций с правоохранительными органами и специальными службами стран ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, сегодня международная наркопреступность является одним из серьезнейших глобальных вызовов человечеству. В этих условиях Комитетом национальной безопасности проведен ряд совместных международных операций СДА США, полиции Швейцарии, Федеральной службой безопасности России, Государственными комитетами национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана. Следует отметить, что конференция IDEC является актуальной площадкой для обмена информацией в сфере противодействия наркотрафику и способствует развитию и укреплению международного сотрудничества государств-участников в глобальном масштабе. Подтверждением является реализованная информация Федеральной полиции Швейцарии, переданная Комитетом национальной безопасности Казахстана в ходе 35-й конференции IDEC в городе Роттердам в отношении гражданина Швейцарии. В частности, Комитетом национальной безопасности в январе 2018 года на канале международных почтовых отправлений выявлена посылка, предназначенная для направления в Швейцарию, в которой находились прайс-листы химикатов на имя гражданина указанной страны Джино Брегензер. Полиции Швейцарии за причастность к наркобизнесу задержан Джино Брегензер и его подельник, занимавшийся изготовлением курительных смесей путем опрыскивания марихуаны, химическими реагентами и их реализацией на территории Австрии и Швейцарии. В настоящее время совместно с ДА США разрабатывается наркогруппировка, причастная к контрабандным поставкам кокаина из стран Латинской Америки в различные страны мира. В частности, офисом ДА США в городе Дубае получена оперативная информация о перевозке гражданкой Гватемалы Лизет Хернандес Агулар кокаина на территорию Армении. Данная информация передана в офис ДА США в городе Тбилиси для уведомления правоохранительных органов Армении. В последующем, в связи с подтверждением указанной информации армянскими коллегами, гражданка Гватемалы была задержана с кокаином в особо крупном размере. Получателем товара в Армении оказалась гражданка Казахстана Колтышева Елена, которая тоже была задержана. Полученные в ходе следственных действий сведения были переданы в офис ДА в Грузии, которые, в свою очередь, передали оперативно значимую информацию в КНБ через Алма-Атинский офис ДА США. В ходе проведения Комитетом национальной безопасности оперативно-розыскных мероприятий выявлены связи Колтышевой, Курманбаева и Собержанова, причастные к вербовке граждан Казахстана для использования в качестве наркокурьеров тяжелых наркотиков. Проводимые мероприятия позволили получить сведения об отправке Курманбаевой в марте текущего года родного племянника Сатыбалдеева Мурата в Бразилию в целях доставки кокаина в Турцию через Казахстан. По прибытии в город Алма-Аты Сатыбалдеев задержан, и после проведения соответствующих медицинских процедур из его желудка извлечена 41 капсула, содержащая кокаин, общим весом около полукилограмма. В последующем Курманбаева задержана с поличным при получении муляжа кокаина. В настоящее время Комитетом национальной безопасности ИДА США продолжаются совместные мероприятия, направленные на установление организаторов наркоканала. Как и во всем мире, тенденция незаконного производства и оборота синтетических видов наркотиков не обошла стороной Казахстана. Распространение синтетических наркотиков в Казахстане и во всем мире обретает все более угрожающее значение и становится серьезной проблемой для общества. В настоящее время контрабандное поступление данных наркотиков на территорию Казахстана наблюдается из стран Евросоюза, России, США и Китая. С учетом актуализации данной угрозы Комитетом национальной безопасности осуществляется плодотворное сотрудничество с Федеральной службой безопасности России. С партнерами в 2018 году проведены две международные операции. В частности, Комитетом национальной безопасности проведена разработка гражданина Казахстана Александра Лаптева, сбывавшего через мобильные интернет-приложения психотропные вещества. Наркотики поступали Лаптеву от поставщиков из России. С учетом указанного, во взаимодействии с ФСБ РФ была проведена международная контролируемая поставка наркогруза. После совместных усилий двух спецслужб в марте 2018 года на территории Восточно-Казахстанской области Лаптев был задержан при получении одного килограмма синтетических наркотиков. Следствие полностью доказало вину Лаптева, судебным органом он был признан виновным в совершении наркопреступления и осужден к десяти годам лишения свободы. В ходе реализации другой операции совместно с ФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина Казахстана Закарадзе Георгия, также причастного к каналу поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан. По информации российских коллег, в мае 2018 года в курьерской службе города Павладар Казахстана выявлена посылка, в которой находился радиоприемник с сокрытым внутри одним килограммом синтетического наркотика. Предварительным следствием установлено, что указанная посылка была направлена самим Закарадзе из города Челябинск на имя вымышленного лица, указав свой подлинный сотовый номер. При получении товара Закарадзе был задержан. В ходе следствия был установлен и арестован ранее неизвестный организатор наркоканала Алиаскер Маликов, который в последующем сбывал психотропные вещества в сети интернет. В марте 2019 года приговором суда Павладарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения. Помимо этого на территории Казахстана отмечается тенденция по производству синтетических наркотиков в условиях подпольных лабораторий, который является более выгодной в экономическом плане и менее рискованной, так как отпадает необходимость приобретения готовых наркотиков и их транспортировку в Казахстан из других стран. В рамках сотрудничества партнерами из ФСБ России предоставлены сведения о поступающих в Казахстан химических прекурсорах и оборудовании, используемых наркодилерами в производстве наркотиков в условиях подпольных лабораторий. В результате Комитетом национальной безопасности нейтрализована деятельность преступных группировок, организовавших функционирование двух нарколабораторий на территории Костанайской и Алматинской областей по производству и сбыту наркотиков посредством интернет-ресурсов. Из незаконного оборота изъято более 8 килограммов синтетических наркотиков и около одной тонны химических прекурсоров. Территория Казахстана в большинстве случаев рассматривается транснациональными наркоструктурами в качестве транзитной и перевалочной зоны как на пути следования наркотиков обильные группы из Афганистана в Россию и Европу, так и в обратном направлении синтетических видов в страны Центральной Азии. Отмечается тенденция выявления транзитных поставок синтетических наркотиков посредством международных почтовых отправлений через Казахстан в направлении Кыргызстана, о чем свидетельствуют проведенные в 2018 году три международные операции с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской республики. Указанными спецслужбами Кыргызстана и Казахстана реализованы две операции по методу контролируемая поставка по маршруту город Алматы-город Пишкек. Вскрыта и пресечена преступная деятельность международных наркогруппировок, организовавших контрабандный канал поставок синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений из Нидерландов через Казахстан в Кыргызстан. Изъято более тысячи таблеток МДМА, задержаны пять граждан Кыргызстана. В третьей же совместной операции первоначальная информация поступила от коллег из Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана о разработке ими преступной наркогруппы, занимающейся поставкой избытом на территории города Пишкек, синтетических наркотиков. Согласно полученной информации, оперативному источнику спецслужбы Кыргызстана поступило указание от администратора сайта о необходимости доставить из города Алматы в город Пишкек партию наркотиков, которые будут переданы ему в условиях Алматы так называемым тайниковым способом. В результате проведенных мероприятий комитетом национальной безопасности осуществлена негласная выемка наркотиков в городе Алматы из так называемого оптоклада и проведена внешняя контролируемая поставка до города Пишкек. В завершении операции на территории города Пишкек задержаны двое граждан Кыргызстана, в том числе администратор сайта, причастный к реализации наркотиков посредством интернет-ресурсов. Изъято 200 граммов синтетической соли. Таким образом, сотрудничество КНБ с компетентными органами различных государств привели к еще большему числу результативных операций. При отсутствии доверительных взаимоотношений между КНБ и ДА США, ФСБ России и ГКНБ Кыргызстана указанные достижения с большей долей вероятности были бы невозможны. Работа в данном направлении продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова